Неделя в городском округе Люберца началась с транспортного коллапса. Вот уже на протяжении нескольких дней ситуация на дорогах, ведущих в Москву, остается напряженной. Для того, чтобы добраться до ближайшей станции метро, жителям округа приходится тратить вдвое больше времени в пути. Когда стабилизируются движения и что делают сотрудники ГИБДД для урегулирования ситуации, узнавала наша съемочная группа. Мало сейчас езжу за рулем, потому что уже понял по пробкам, что лучше пешком пройтись. Пешком действительно можно добраться быстрее. Многие пассажиры общественного транспорта так и поступают. Выходят раньше остановки и дальше на своих двоих. А вот водителям авто деваться некуда. Приходится часами стоять в пробках. Очень сложно, потому что мы выезжаем даже из города буквально там 200-300 метров, ну, порядка по 20-30 минут тратишь. Ну, вчера до Рязанки час 20 я ехала из Жулебина. А обычно сколько минут? Ну, обычно до Кузьминок, ну, даже самые пробки, ну, полчаса, там, минут 35. Всему виной закрытие трехконечных станций Таганско-Краснопресенской линии Московского метро. Подливает масло в огонь плохая погода и перекрытие съездов с МКАД на Рязанские и Волгоградские проспекты. Это сделано для того, чтобы не мешать движению компенсационных автобусов, курсирующих в районе закрытых станций подземки. Стабилизация ситуации для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение хотя бы на внутригородской сети на параллельных маршрутах, на перпендикулярных маршрутах. Мы вынуждены заниматься в большинстве своими только мероприятиями регулировочно-распорядительного характера. Нам оказывает помощь 14-й спецбатальон, это кжельское направление. Огромное количество усилий на это предлагает 6-й спецбатальон, это направление М5 Урал. Сотрудники ГИБДД рекомендуют люберчанам воспользоваться временными автобусными маршрутами и по возможности отказаться на этой неделе от поездки на авто в районах закрытых участков метро. По выделенной полосе путь от станции Котельники до станции Кузьминки занимает 3,5 минуты. А вот жителям пригородных поселков придется выезжать на работу намного раньше. Огромная пробка начинает формироваться еще в поселках городского округа Люберцы в Томилине и в Малаховке. Но по-настоящему ситуация усугубляется на повороте от Егоревского шоссе на Октябрьский проспект. Колонна автомобилей и общественного транспорта становятся препятствием на пути к трем ближайшим станциям метро. Такую ситуацию на дорогах жителям Люберец придется потерпеть до открытия участка фиолетовой ветки московского метро. Напомню, это произойдет 4 ноября в 5.30 утра. Луиза Егязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.